так всем привет добрый вечер сегодня у нас эфир посвященный сдобе на закваске сейчас я все включаю здесь параллельно потому что у меня одна трансляция идет на youtube а вторая у нас идет в инстаграм по возможности постараюсь ваши комментарии читать и там и здесь ваши вопросики так пока не вижу что у нас youtube приснился пока инстаграм пожалуйста поставьте сердечки как связь как видно как слышно жду вашей обратной реакции звук картинка все ли у нас хорошо и проверяю чтобы у нас так пожалуйста поставьте сердечки вижу летят светлана класс это значит все окей да так понимаю сердечки нет звука у кого нет звука так а что у нас со звуком 1 1 на ю тубе нет звука у всех нет звука или у кого-то одного нет звука не слышно не слышно почему может быть не слышно у меня нет звука у меня нет звука так я поняла давайте попробуем вот так по новой инстаграм у вас все хорошо добрый вечер сейчас минуточку буквально еще начнем потому что что-то у нас есть звук все супер прошу прощения что у нас такая небольшая задержка все было так хорошо все было так хорошо сейчас минуточку у меня похоже перестала работать камере не понимаю в чем дело и тут пожалуйста напишите как у вас звук если звука по-прежнему нет тогда все переходим в инстаграм потому что дольше нет смысла здесь вот налаживать настраивать я попробовала переподключиться если по-прежнему у нас не работает значит к сожалению не надо мне писать с тремя восклицательными знаками включите микрофон у меня все подключено и значит это какая-то техническая неисправность которую сейчас я устранить не могу есть камера мы вас видим значит идем в инстаграм и все чтобы не задерживать дальше эфир и так мы сегодня будем с вами говорить про сдобу а и в особенности сдобу на закваске потому что этот вопрос очень многих волнует в преддверии пасхи куличи хочется выпекать и конечно же те у кого есть заквасочка хотелось бы все таки испечь в предстоящую пасху куличи именно на закваске вопросы которые вы пишете постараюсь поотвечать в конце если останется на них время сейчас будем разбирать по теме эфира да то есть будем говорить про сдобу прежде всего давайте начнем с соснов скажем да что же такое сдоба чтобы понимать что мы можем назвать сдобной выпечкой и что мы можем назвать просто хлебом хлеб и это прежде всего у нас мука вода закваска и соль ну либо вместо закваски мы используем бигу мы можем использовать пулиш мы можем использовать хлебопекарные дрожжи и соответственно для того чтобы понимать что же делает у нас хлеб сдобой мы с вами разберем основные компоненты которые действительно помогают нам а получить что-то более вкусненькое что-то более интересное и скажем разнообразить нашу выпечку значит какой какие компоненты мы можем отнести к сдобе а в первую очередь что у нас превращает хлеб в сдобу это наличие жиров а потому что жиры соответственно у нас делают наше тесто более сочным делают тесто более мягким и и жиры как когда мы добавляем их в даже в пирожки условно да то есть мы можем получить более мягкое тесто наличие жиров а жиры здесь все-таки мы рассматриваем масло масло может быть растительное масло может быть сливочное может быть может использоваться топленое масло среди растительных масел мы можем использовать жидкие масла мы можем использовать густые масла например кокосовые тоже получится очень интересно так значит на ютубе у нас по-прежнему нет звука ну давайте сделаем так что переходим тогда в инстаграм нет не знаю завершаю тогда трансляцию ничего я не могу поделать с этим либо переключиться на другую камеру и попробуем так здесь будет хуже качество но может быть появится звук если так он не появился то значит все вариантов других нет кроме как идти в инстаграм далее второй компонент который у нас превращает хлеб в сдобную выпечку это наличие яиц яйца мы можем использовать целиком куриные яйца это яйцо которое соответственно содержит желток и белок но эти компоненты немножко имеют разную роль то есть если желток у нас по сути это можно отнести к жирам то белок у нас больше связующий компонент наличие белков в тесте может иногда провоцировать более быстрое очерствение но когда мы говорим с вами про сдобу и этот вариант он не столь скажем актуален не столь важен потому что сдоба как правило исчезает съедается очень очень быстро но если мы говорим с вами про выпечку сдоба которую планируем хранить дольше то конечно же имеет смысл белки минимизировать и убрать их даже вообще и использовать только желтки это вот такой интересный ход так значит следующий компонент который также характеризует также превращает у нас хлеб в сдобную выпечку это наличие сахара причем знаете что интересно когда мы говорим про сдобную выпечку она не обязательно может быть сладкой она не обязательно может быть десертный тому пример например круассаны или бриоши которые могут быть совершенно не сладкие которые можно есть с различными паштетами бриоши может быть закусочные как и круассан может быть с ветчиной да то есть это сдоба это наличие жиров и яиц в значительном количестве но это не обязательно должно быть какое-то сладкое десертное изделие да то есть в нашем понимании в в россии да то есть сдобная выпечка это чаще всего всплывает какая-то десертная выпечка сладкая но если мы говорим про европу например вот ну там францию да то сдоба может быть и не сладкой я люблю готовить не сладкие сдобные изделия ну и конечно же сладкие тоже мне нравится но вы должны как бы понимать вот эту тонкость да что сдобы мы можем назвать в принципе и пирог с рыбой который будет иметь в себе достаточно большое количество жиров который будет иметь в себе и яйца и может быть приготовлен на молоке но при этом он совершенно не сладкий либо сахар там присутствует но в очень очень небольшом таком вот ограниченном количестве так также про жиры хочу еще отметить такой момент что жирами может служить не только масло мы можем использовать например сливки и здесь мы тоже можем говорить о том что у нас в рецепте есть жир и также мы можем добавлять сметану например жирная сметана это тоже будет источник жиров и вот например советские в советском гости есть рецепт такой популярный достаточный вот у нас до сих пор это сметанные лепешки которые по сути своей достаточно сдобные получаются но в рецептуре большое количество сметаны которые именно сметана преобращает это изделие в сдобу ну и конечно же вопрос в дозировке в количестве если мы с вами в хлеб добавим ну там например на буханочку мы добавим столовую ложку растительного масла то это не будет у нас То есть если мы добавим столовую ложку растительного масла, если мы добавим чайную ложку сахара, то автоматически это сдобой не становится. Мы говорим все-таки о достаточно большом и значительном количестве, которое у нас появляется в сдобной выпечке. То есть мы добавили довольно много. Так, сейчас следующий слайд перелистну, и мы с вами уже перейдем к непосредственно особенностям видения. Не надо мне писать. Так, все, отключаю трансляцию на ютубе. Не пишите мне, что на ютубе нет звука. Это не моя вина, не могу ничего с этим поделать. Трансляцию завершаем, потому что это бесполезно. И не надо мне с четырьмя восклицательными знаками писать, наладите звук, не от меня зависит. Все закрыла. Настя, выключаем трансляцию на ютубе, продолжаем только в инстаграм. Итак, особенности видения теста, именно сдобного теста, потому что мало использовать эти ингредиенты, да, для того, чтобы у нас хлеб стал сдобной выпечкой. Важно еще правильно пройти все этапы тестоведения. Начнем, например, с замеса. Замес теста также должен быть в определенной последовательности. То есть мы не можем сразу бухнуть все компоненты и замешивать, как, в принципе, мы можем сделать с хлебом. То есть мы все смешали, дальше мы начинаем развивать клейковину. Здесь такая ситуация не пройдет, потому что если особенно у нас с вами значительное количество масла, значительное количество сахара, мы масло должны добавлять в конце замеса. Если вы готовите сдобу и удивляетесь, почему она у вас не очень хорошо поднимается, при этом вы замешиваете все ингредиенты сразу, то первое, что вы можете сделать, это добавлять масло в последний момент. У меня даже, когда я хлеб готовлю, и масло в незначительном количестве, например, я готовлю чабату, использую оливковое масло, или я просто хочу получить более мягкий мякиш, или делаю пирожки. Масло, это вот возьмите себе за правило, что масло добавляется в последний момент. Агар-агар не является заменой яиц. Агар-агар это загуститель, в данном случае выпечки заменить яйца можно, но любая замена, понимаете, что она, это идет у нас отхождение от рецептуры, да, то есть это уже отклонение. И любая замена, которую вы вносите, она неизбежно повлечет за собой изменение вкуса, она неизбежно повлечет за собой изменение консистенции, повлияет на объем. Поэтому будьте с этим внимательны. Так, следующий этап, который после замеса, но он также очень важен, это брожение. И если вот мы говорим с вами в разрезе подъема теста именно сдобного, то помните о том, что поскольку у нас большое количество дополнительных ингредиентов, которые утяжеляют тесто, то оно сложнее поднимается. С одной стороны, смотрите, сахар это дополнительное питание у нас для дрожжевых клеток. Они сахар едят в первую очередь, начинают выделять углекислый газ, начинают активно делиться, размножаться. Но в то же время, когда у нас сахара достаточно большая дозировка, когда у нас большой процент сахара идет в рецепте, то дрожжи могут чувствовать себя не очень хорошо. Это связано с тем, что нарастает давление внутри теста, там такие интересные уже процессы начинают. Поэтому очень сладкая выпечка, там могут дрожжи наоборот угнетаться. Поэтому при замесе тоже желательно сахар не весь сразу вываливать, особенно если у вас очень сладкая выпечка. Если мы говорим про не сладкую брю, ну какую-то вот сдобу, да, то мы можем сахар ввести в начале весь сразу. А если у нас уже такое что-то прям конкретно сладкое, то лучше ввести сначала не весь сахар, а досыпать уже его вместе с маслом, с сливочным маслом или с каким-то другим. Поэтому с этим будьте внимательны. С одной стороны может быть медленнее еще, поскольку у нас сахар и присутствие масла утяжеляет тесто, и дрожжам действительно становится чуть-чуть посложнее подняться. Поэтому, особенно если мы говорим про сдобу на закваске, то процесс идет медленнее, может идти медленнее, и это совершенно нормально. Так, а вам видно слайды или они перекрывают у нас комментариями? Я что-то давно не выходила в эфир. О, и уже подзабыла, где здесь чего, все поменялось, функционал какой-то новый. Далее, после брожения, когда мы печем сдобу, у нас обычно проходит формовка, но здесь разницы нет, да. То есть, как мы работаем с обычным тестом, с хлебным тестом, точно так же и со сдобным, да. То есть, мы сформируем либо булочки, либо мы делаем одну общую заготовку, либо мы формируем кулич. Здесь никаких особых ошибок быть не может, да. То есть, формуем сдобу точно так же, как и просто хлеб. Далее у нас этап растойки. Растойка нужна для того, чтобы у нас вновь тесто поднялось, распушилось и восстановило объем, либо еще набрало дополнительный объем. Потому что любое механическое воздействие на тесто, а формовка – это механическое схлопывание тех пузырьков, которые у нас образовались, мы должны дать время, чтобы восполнить, да, чтобы у нас опять булочка раздулась. И вот растойка, она тоже может удлиняться за счет того, что опять же тесто у нас утяжеляется. Дрожжам сложнее, да, помним. То есть, это важный тезис, который вы должны вынести после сегодняшнего эфира, что и брожение, и растойка у вас может проходить дольше. Несмотря на то, что у вас хорошие свежие дрожжи, или несмотря на то, что у вас хорошая крепкая и сильная закваска, не важно. То есть, мы ориентируемся, смотрим по состоянию теста. Если у вас еще тесто не поднялось, если вы видите, что кулич еще не расстоялся, не надо, не засовывайте его в духовку. Поэтому, когда там, допустим, даже в моем уроке или где-то вы увидели, что на растойку 2 часа. Ну, если у вас не 2 часа, если вы видите, что реально у вас пройдет 2,5 или 3 часа, здесь нет ничего страшного. То есть, ориентируйтесь по объему теста, пробуйте пальчиком влажным, смотрите, как откликается тесто. Ямка быстро восстанавливается, значит, еще нужно дать время. Если ямка у вас восстанавливается, ну, уже, скажем так, помедленнее, все, значит, вы можете выпекать. По выпечке также есть особенности, потому что сдоба, опять же, из-за своей рецептуры, из-за наличия дополнительных компонентов, она более склонна, быстрее, что ли, зарумяниваться. И также сдобу очень часто мы смазываем. Чаще всего сдобу принято смазывать желтком взбитым или яйцом, там, разболтали, смазали, и у нас дополнительно тесто получается покрыто пленочкой, да, то есть мы как бы смазываем верхнюю часть, то, что у нас не в форме, то, что у нас не соприкасается с поверхностью, у нас поверхность получается еще дополнительно заглажена. Поэтому пара увлажнения вы можете здесь использовать, это может уже давать дополнительный объем, но не является обязательным, поскольку у нас поверхность, она покрыта, если мы смазали яйцом, то она у нас не будет, корка вставать очень быстро, и мы все равно получим дополнительный объем. Также частый вопрос, сейчас я комментарии включу, мы прервемся немножко на вопросы, это вот так. Частый вопрос, который задает мне, почему же мы куличи выпекаем на более низкой температуре и удлиняем по времени. Действительно такое есть, и панеттоне обычно выпекается на более низких температурах, 160 даже градусов, 180 градусов и дольше, потому что, опять же, это связано с тем, что в сдобе идет быстрее реакция, которая отвечает за колеровку, чтобы у нас не горели верхушки куличей, и чтобы у нас не горели верхушки панеттоне, но при этом он хорошо пропекся, рекомендуется вот эту температуру держать чуть ниже, чем мы печем хлеб, потому что если мы печем с вами пшеничный хлеб, обычно мы даем температуру там 230-240 градусов на первые минуты, дальше убавляем. То есть здесь вот я обычно разогреваю духовку до 200 градусов, но как только помещаю туда изделие, я температуру снижаю, то есть какого-то времени на первые минуты жара достаточно, то есть его хватает, а дальше мы можем немного убавлять, снижая температуру, чтобы у нас так сильно не зарумянивалась наша верхушка, особенно когда мы ее смазали яйцом. Поэтому с выпечкой, с добы тоже есть некоторые свои особенности, которые мы должны иметь в виду и которые мы должны понимать. Также нередко сдобу имеет смысл надрезать, потому что когда у нас с вами заготовка стояла долго, вы все-таки сомневаетесь, готова, не готова, расстоялась, не расстоялась, и вы не знаете, значит, как она поведет себя в духовке, подстрахуйтесь и сделайте красивый надрез. Что касается куличей, можно делать разрез крест-накрест, это красиво, и это часто имеет такое место при выпечке панеттона, когда мы делаем надрез на верхушке и крест-накрест, и у нас с добы дополнительно еще подрастают в духовке, при этом не рвется, потому что если вы чуть-чуть не дорасстояли заготовки, если у вас ваши куличики там не добродили, то когда вы поставите в духовку, и особенно если у вас верхушка не будет смазана, и вы не поставите туда пар, то может быть риск надрыва, частая ошибка, которая есть у новичков, кто печет куличи первый раз, подрывается, то есть это мы можем избежать тем, что по неопытности вы можете делать надрезик, и также дополнительно страхуйтесь, смазывая верхушки, либо пару увлажнений. Так, давайте немножко перерывчик на ваши вопросы, и дальше продолжаем. Если долго стоит, тесто закисает. Выпечка с кислинкой. Смотрите, сейчас мы поговорим про закваски, которые я рекомендую использовать для выпечки с добной, потому что не все закваски на самом деле хорошо подходят, и кислинка может быть связана с температурой, которую вы придерживаетесь при брожении, потому что выпечка с кислинкой, это может говорить, здесь может быть много причин, начиная с того, что вы используете не ту закваску, либо не тот температурный режим, либо закваска у вас не в лучшем состоянии, то есть закваска сама не совсем, скажем, готова к с добной выпечке, как подготовить об этом тоже будет, но об этом подробный урок на мастер-классе по куличам, я сегодня в эфире тоже про него расскажу, как вывести закваску на должный уровень. Поэтому здесь может быть много причин, но вообще чаще, если вы используете правильную закваску, если вы соблюдаете температурные режимы, то не бойтесь по времени, особенно если вы видите, что не хватает объема, не бойтесь, что у вас перекиснет с долга, потому что, опять же, в тесте у вас присутствуют сахара, дрожжи будут активно потреблять сахара, и это не дает возможности хорошо размножаться молочнокислым бактериям. Ирина, добрый вечер. Хотела спросить, если я случайно покормила ржаную закваску белой мукой, все пропало, выводить заново? Ну, смотрите, что вы сделали, да, давайте разберемся так кратенько. Вы сменили закваски микрофлору, да, то есть условно ваш кот привык питаться вискосом, а вы ему насыпали собачьего корма. Как себя кот поведет? Да фиг его знает, да, может отвернется, может вам, не знаю, в тапки насикает, отомстит, неизвестно, да, то есть здесь то же самое. У вас жили-были культуры, вы их кормили определенным видом питания, все было нормально, а потом вдруг бац, вы дали не того. Как закваска ваша откликнется? Здесь можно только строить догадки, ну, и смотреть по состоянию. Бывает так иногда, что ничего, и даже это пойдет на пользу, потому что вы закинули, скажем, вместе с ржаной мукой своеобразные культуры, бактерии, которые у вас, может быть, наоборот, подстегнут вашу закваску, но вообще лучше с этим делом не экспериментировать и стараться подкармливать одной и той же мукой, и уж, конечно, даже я рекомендую вообще одному производителю придерживаться, чтобы вам не скакать туда-сюда. Поэтому вот те любители, кто ведет ржаную закваску, потом бац, ее в пшеничную, потом обратно в ржаную, рано или поздно она у вас пропадет, потому что так делать нельзя. Заведите две закваски и кормите себе спокойно. При выпечке хлеба левитамадра сколько брать? От 10 до 30 процентов, как хотите. Так, если тесто кислит, можно ли добавлять соду? Это правильно. Ну, смотря, что печем. И смотря, какую функцию у вас несет в себе закваска. Если мы выпекаем изделия, где у нас закваска служит натуральным улучшителем, то есть когда мы расходуем излишки, и это, например, такие рецепты, как пряники, это сочные, это печенье песочное с использованием закваски, это какая-нибудь слойка, когда вам нужно израсходовать, то вы можете добавлять соду. У меня есть такие рецепты, где закваска, она идет как улучшитель теста, как вкусовой улучшитель, то да. Если мы говорим про роль закваски, когда она лидирующую на себя берет функцию разрыхления теста, то никакой соды быть не должно. По-менее. Так, может быть, была информация, но все-таки спрашивают, чем кроме яйца можно смазывать выпечку? Писала где-то пост. Люблю смазывать молоком. Можно смазывать чаем сладким. Можно... Где-то у меня был пост. Поищу, может быть, скину в сторис, опубликую. Есть разные варианты. Яйцо это самый такой, ну, наверное, простой, быстрый вариант. Но есть и не хуже, в принципе. Можно крахмальным кисельком смазывать, но с добу как-то... Можно пропитывать сахарным сиропом. Варианты есть. Так, ну что, поехали дальше. По теме эфира. Как влияет на тестоведение закваска? Если мы с вами говорим про сдобную выпечку, то мы можем выпекать, и чаще всего принято выпекать сдобу на дрожжах. Потому что мы другого не знали. Но ведь на самом деле, если разобраться, то итальянцы выпекают свои изделия, выпекают панетоны, выпекают различные там сдобные изделия, и пиццу, и фокаччо, и чапато, используя закваску. То есть раньше все это делали прекрасно, и никаких дрожжей не использовали. Поэтому действительно реально выпекать сдобу, только используя закваску. Вы можете, опять же, сочетать, вы можете брать и закваску, и для подстраховки брать немного дрожжей. Но для того, чтобы у вас весь процесс шел хорошо, то есть если вы видите, что ваша закваска активная, если вы видите, что ваша закваска хорошей подъемной силой обладает, если хлеб она у вас прекрасно поднимает, то вы можете выпекать просто на закваске, не используя ни грамма дрожжей. Я чаще всего, я просто не вижу смысла выпекать, используя дрожжи, если знаю, что у меня, я знаю просто как разогнать закваску, даже если она у меня что-то не очень, я знаю, что ее можно искупать, я знаю, что ее можно подкормить пару раз и выдержать тепле, и она восстановится, и прекрасно у меня поднимет и кулич, и поднимет булки сладкие, и японские булочки там на заварке, танжонг, это все можно сделать без использования дрожжей. Мне опять, как всегда, не верят, точно так же, как на мастер-классе, не верят, что можно испечь хлеб, используя меньше 1 грамма дрожжей, вот точно так же, многие не верят, что можно готовить с добу, используя только закваску. Я вот хочу вам показать свою заквасочку, которую я подкармливала сегодня днем, она у меня еще не пришла на пик, только начинает разрыхляться, но попозже вам покажу, как это сделаю с себя на весь экран, поближе, и она у меня сейчас поднимается, это к вопросу о том, какую закваску лучше выбирать для приготовления сдобной выпечки. Как же влияет у нас закваска, если мы выпекаем только на ней, если мы не используем дрожжи, если мы вообще не добавляем, ну, кто по каким причинам, кому-то не нравится запах. Я вот не люблю, например, когда в рецепте там много дрожжей, печешь, и это очень пахнет потом, то есть ты берешь свежевыпеченную булку, разламываешь, и вдыхаешь не аромат сливочного масла, не аромат йогурта, фруктовые нотки, не аромат даже цедры, сухофруктов, а ты вот чувствуешь дрожжи сразу, привет, я терпеть это не могу, поэтому я выпекаю только исключительно на закваске. Как это влияет? Это, конечно же, как правило, удлиняет время брожения, время растойки. Вот и все. В принципе, все остальное, все этапы сохраняются, последовательность замеса сохраняется, но единственное, вам нужно более внимательно следить за состоянием вашего теста, как оно бродит, как оно поднимается, как оно пахнет. С опытом вы уже сможете по запаху определять степень выброженности вашей заготовки, степень выброженности вашего теста. Поэтому очень-очень важно всегда, когда вы работаете закваской, подмечать вот эти вот малейшие детали, малейшие нюансы, как себя ведет тесто. Так, дальше поехали. Ой, это то же самое, да? А, нет, вот это, вот это сладко. Какая роль у закваски при приготовлении из дома? Значит, смотрите, если мы с вами сочетаем дрожжи и сочетаем закваску, то закваска в большей степени отвечает за накопление вкуса и аромата, да, то есть как у нас пахнет тесто, в конечном итоге, как у нас будет готовое изделие ощущаться на вкус, когда мы будем разжевывать, когда мы будем проглатывать, у нас также будет меняться сама, само тесто будет меняться, да, то есть потому что те кислоты, которые у нас содержатся в закваске и те ферменты, которые работают, они придают конечный вкус, конечный запах нашей издоби. Если мы с вами дрожжи убираем, то функция закваски основная, это разрыхлять тесто, то есть тесто должно хорошо подниматься. В связи с этим мы должны очень внимательно с вами выбирать ту закваску, которую используем, и ту закваску, которая будет, ну, скажем, вести такую лидирующую роль, да, то есть закваска, которая должна нам не только дать вкус и аромат конечному изделию, но и которая будет идеально поднимать наше тесто, разрыхлять, и чтобы оно было, ну, не хуже, во всяком случае, чем дрожжевой, да, ни тяжелее, ни плотнее, то, конечно же, здесь моя рекомендация, это использование закваски левитэ мадра. Для тех, кто не знает, что такое левитэ мадра, левитэ мадра – это итальянская закваска, ну, которая появилась, да, зародилась в Италии благодаря своему климату, благодаря особенностям пшеницы, которая выращивалась. Закваска густая. Сейчас я уберу вот эти слайды и включу вам комментарии и буду уже показывать подробно. Вот, смотрите, как она выглядит. Она уже начала у меня разрыхляться. Это одна из моих самых любимых заквасок. Густая пшеничная закваска левитэ мадры, которая вообще, ну, вот при хорошем таком раскладе, она должна подкармливаться мукой с большим содержанием белка, потому что, опять же, это особенность той муки, которая производится в Италии. У нас такую муку можно найти. У нас можно купить итальянскую муку. В Метро продается, в Глобусе продается итальянская мука сама. Даже можно заказать на Озон или Вайлдберрис, вот, ну, таких интернет-магазинах, типа того. Но я нашла для себя хорошую муку, высокобелковую, Онику нашу, которая очень мне нравится, как ведет себя в закваске левитэ мадры. Кто вот пользуется, вы, пожалуйста, тоже маякните, напишите, как у вас. Единственное, когда мы подкармливаем закваску высокобелковой мукой, у нас может она чуть дольше подниматься, но ничего страшного, мы должны просто учесть этот момент. Она не перекисает, с ней ничего не происходит такого страшного, просто такая особенность. Хочется увидеть левитэ мадры на пике. Покажу, когда подрастет, это уже будет ближе к вечеру, ну, я тогда в сторис вам сниму. Вот она, запомните, была такая, но вырастет, я думаю, минимум вот досюда заквасочка. Видите, она такой шапочкой сейчас, это означает, что еще есть потенциал к росту. Так, название муки, посмотрите, у меня сторис, раздел называется, что купить, я там ссылки оставляла в Италии, манитобу, да, все верно, совершенно верно, манитобу у нас тоже можно купить. Но, не вижу смысла, дороговато это получается, заказывать итальянскую муку специально. Раньше я, вообще, знаете, можно подкармливать просто мукой высшего сорта, и прекрасно я кормила закваску вышкой, обычной самой 10,3 белка, и нижегородская у нас мука хорошая, или рязаночка, тоже вполне себе закваска вырастет, не переживайте. Ну, просто, если вы хотите больше Италии вдохнуть в вашу закваску, то тогда имеет смысл заказывать вот такую вот высокобелковую, баловать ее. Ну, мне нравится, да, ну, если хотите уже такой за год, но, в принципе, любую вышку вы можете взять, и кормить на ней закваску, и готовить на ней сдобу. Желательно, конечно, чем больше белка, тем лучше, особенно на куличи, особенно, когда мы печем что-то с высоким содержанием с масла, с жиров, то есть, когда мы печем что-то с высоким содержанием сахара, чем больше у нас будет белка, тем больше возможности развивать клейковину, соответственно, у нас будет лучше подниматься, наши готовые изделия. Так, содержание белка максимальное, у меня 16 грамм белка, аж, в муке, и закваска растет прекрасно, единственное, чуть медленновато, но это просто, скажем, это не недостаток, это особенность, зато у нас лучше ферментируется закваска. А если за 8 часов левита мадра плохо поднялась, что делать? Ну, учиться с этим справляться, потому что есть приемы, которые вам позволят выводить закваску на должный уровень. Вы понимаете, если вы, ну, скажем, не очень ориентируетесь, что делать закваска, которая плохо поднимается, то вам нужно глубже изучать эту тему, в первую очередь, потому что, если вы, ну, задаете такие вопросы, значит, вы не до конца понимаете, как с вашей закваской сладить. Что значит долгий подъем? Это значит, что, за счет чего вообще происходит подъем? Это содержание, это рожей, это их работа, и это работа определенных видов бактерий, которые вырабатывают также уксусную кислоту. В густых заквасках этих бактерий довольно приличное количество, поэтому мы видим более активный подъем по сравнению с закваской, ну, жидкой назовем ее, то есть закваска, которая подкармливается в равном количестве муки и воды. Почему я не советую использовать закваску 100% влажности для куличей? Вот как раз из-за этой разницы, потому что наличие бактерий, которые производят уксусные кислоты, они называются по-умному гетероферментативные, оно обеспечивает дополнительный нам объем, и за счет этого подъемная сила у закваски Левита Мадре гораздо выше. Ну, а если она у вас плохо поднимается, вам нужно ее разогнать, вам нужно разгонять свою закваску, прежде чем на ней замешивать тесто, и уж тем более сдобу, потому что для сдобы ваша закваска должна быть вот прям в наилучшем виде, как конфетка, она должна подниматься у вас, быть пушистенькой, и тогда вы получите хороший результат. Если вы видите, что у вас закваска там ни рыбы, ни мяса, но времени у вас нет на то, чтобы ее разогнать, нет времени на то, чтобы выкупать, нет времени на то, чтобы сделать 2-3 кормления и провести их при комнатной температуре, вы можете подстраховаться и добавить немного дрожжей. Я предпочитаю там прессованные уж, если использовать, то не сухие, быстродействующие. Подстрахуйтесь, у вас закваска послужит вкусоароматикой, да, готового изделия, потому что это реально две принципиальных разницы. Кулич, который выпечен быстрым, там, безопарным способом, дрожжевой кулич, и я даже куличами не называю то, что вот кекс на соде выпекают и называют это кулич. Кулич это не то, что вот верхушку мы намазали глазурью, посыпкой присыпали, это кулич, это куличом не стало. То есть кулич, это именно работа бактерий, это жизнь, культур, это их, ну, скажем, формирование, вкусы, ну, нельзя просто сделать кекс, намазать глазурью и назвать это кулич. То есть это целый процесс, это целая история, это, ну, реально, наверное, вот раз в год должно делаться, чтобы вот все это вот с осознанием понять и прочувствовать. Вот, поэтому отвлеклась немножко, сбилась с мысли, на какой я вопрос отвечала. Короче говоря, по поводу того, какая закваска лучше подойдет. То есть все-таки мой выбор это закваска левита мадра, да, то есть потому что большая подъемная сила, потому что присутствие определенного рода бактерий, и даже если у вас закваски левита мадра нет, вы не умеете, не знаете, и на дрожжах печь не хотите, вы можете выпекать спокойно, используя бигу. Вот на мастер-классе как раз по куличам будет предложен и такой вариант приготовления куличей, да, то есть когда у вас закваски нет, выводить вы ее по-любому там не успеваете, она выводится все-таки какое-то время, а вот пасху уже вот-вот, допустим, не волнуйтесь, готовьте бигу, бигу вы можете поподкармливать дня два-три, там, чтобы у вас вкус, ароматика тоже сформировалась более похожей на закваску, и все, и вы на ней выпекаете совершенно спокойно, будут отличные куличики. Так, что значит выкупать? Приходите на курсы, в двух словах это не скажешь, это надо, надо изучать. В одном эфире, вы понимаете, невозможно все сжато кратко в один эфир запихать, да, то есть я выбираю какую-то тему, вы выбрали, вернее, тему, да, проголосовали, хочется праздобу в преддверии праздника, я вам про это рассказываю сейчас, но нельзя все скомпоновать и научить за один эфир вас из закваску выводить, и хлеб в замечательной печи, куличи. Вообще, мои ученики, которые проходили мастер-класс в прошлом и позапрошлом году, уже третий год будут куличики, говорили, что куличи, реально, это вот как высший пилотаж из печи на закваске, ну, то есть я понимаю, что хочется, конечно, сразу там, раз и в дамке, да, но такого, к сожалению, не бывает, кто вам обещает, это вас обманывают, потому что это действительно процесс, и надо начинать с азов, надо начинать с умения пользоваться закваской, с умения пользоваться, понимать тесто, и дальше уже потихонечку переходить к более сложным рецептам, в конце концов, дойдете вы и до панеттона, все реально, я тоже, был период, да, там было время 10 лет назад, там 12 вернее, я не умела сама даже делать закваску, но тем не менее, всего научилась, все получилось, и теперь учу других даже, да, ну, конечно же, постоянно повышаю свою квалификацию, так, я, я была на курсе, а в выкупке ничего не говорилось, ну, значит, вы невнимательно посмотрели курс, потому что у нас целый урок посвящен тому, как ухаживать за закваской Левита Мадр, может быть, пролеснули, недосмотрели, напишите, я вам лично пришлю ссылку на видео урок по этой теме, и вы искупаете закваску, приведете в хорошее состояние, как выбраживать в холодильнике, и так, можно ли выбраживать в холодильнике, и сколько времени, вообще, с добу можно, но не очень желательно, потому, особенно, если у холодильники холодно, потому что она может у вас просто-напросто, скажем, сливочное масло, оно подмерзнет, которое есть в тесте, и оно будет скорее не выбраживаться, а храниться у вас в холодильнике, поэтому лучше все-таки в тепле, но если у вас так совпал период, например, у меня совпадает, что ночь настает, и у вас не успевает подняться тесто, ничего страшного, вы можете убрать в холодильник, но вы должны потом на следующий день достать и добродить до хорошего подъема, до хорошего уровня, так, вот, кулич, это хлеб, а на соде кексик, пасхи не совсем в тему теста, да, ну, кулич, это не то, чтобы хлеб, это сдоба, но это работа живых микроорганизмов, все верно, обучаюсь на вашем курсе, он великолепен, все рецепты настолько вкусные, готовлю почти каждый день, благодарю, спасибо большое, очень приятно, очень рада, что у вас все получается, ну, собственно говоря, сейчас домашки я проверяю все равно каждый день, посмотрю за работами учеников, и, конечно же, рада предложить, вот, следующим как раз этапом после курса, это приготовление куличей, мастер-класс у нас начинается в следующий четверг, пастер-класс по приготовлению куличей, мы будем делать куличи, у кого нет закваски, вы тоже можете приходить, мы сделаем их на беге, соответственно, у кого есть закваска, левит и мадр, кто у меня с курса, или кто вывел самостоятельно, кто, может быть, там по ютубу у меня готовил, или у кого закваска, там 10 лет уже есть, вы можете приходить и участвовать, мы испечем с вами панеттоны настоящие, используя закваску, левит и мадр, также на этом мастер-классе я покажу и расскажу, как делать краффин, кулич краффин, это очень модная формовка, последние вот несколько лет, она прям так ворвалась, это слоеный кулич, который, в принципе, не требует украшения глазури, он настолько у нее верхушка, красивая розочка получается, что можно не украшать, и вот этот кулич, мне нравится делать их маленькими, потому что он так просится, чтобы его разорвать руками, этот краффин, это тоже будет в мастер-классе, на следующей неделе, соответственно, в четверг мы начинаем, а сейчас хочу предложить вам, ну, лучшие цены, потому что, начинаем продажи именно сегодня, да, то есть для тех, кто записывается на мастер-класс сейчас, по куличам, он будет стоить 1990, до конца этой недели, и плюс будет новинка, на втором тарифе, дополнительно я буду отснимать, вы видели уже в сторис, я буду отснимать шоколадную бриошь, шоколадный кулич, рассказываю, слюнки у меня текут, я уже один приготовила, но мне же надо идеально, да, то есть я немножко там рецепт подкорректировала, и буду снимать уже видео урок, с небольшими корректировками, да, чтобы он был прям вот вообще просто супер-пупер, этот будет с обновлением, и будет стоить сейчас, до конца этой недели, 2490, кто задумывал вместе со мной, на следующей недельке, выпекать куличи, панетоны, краффины, или делать шоколадную бриошь, регистрируйтесь сейчас, сейчас самая будет выгодная цена, ссылочка будет в топлинке закреплена, соответственно, вы можете заходить и оплачивать, занимать уже, так сказать, места, кто будет на следующей неделе, будет уже дороже, ну, уж как бы, извиняйте, но цена и так более чем приемлемая, и с удовольствием вас жду, приглашаю, у кого нет закваски, еще раз говорю, не бойтесь, вы можете записаться, участвовать, я все расскажу, как сделать, тестоведение будет точно такой же, как на закваске, но мы будем с вами делать бигу, бига готовится очень просто, дрожжей используется минимум, и ваши куличи, ваши панетоны, ваши краффины, они не будут пахнуть совершенно дрожжами, то есть, все будет прекрасно, то есть, у вас получится классный кулич, вот, к слову сказать, в прошлом году были в Питере, как раз на Пасху, и мы, наверное, знаете, кто из Питера особенно, они популярны, конечно, эти кондитерские север, прямо на Невском проспекте, и там были куличи, больше тысячи стоили, по-моему, 1400, что ли, стоил кулич, и я думаю, ну, вот здесь, наверное, офигенный кулич, мы купили, мы купили, правда, маленький куличик, это большой стоил, 1400, вот на этом, где-то, а мы купили маленький куличик, и вы знаете, ничего особенного, и я поняла, вот тогда я поняла, что в Питере, в севере, кулич хуже, чем мой, и мы, когда приехали домой, а я куличи, как заранее же делала, да, то есть, мы выпечку делали, и даже украшала, я все стимала, там, у нас будет на мастер-классе несколько вариантов приготовления глазури, не помню, уже там два или три будет, чем покрыть, как украсть, это все тоже будем делать, вот, и я достала из морозилки, мы приехали из Питера, я достала из морозилки, представляете, то есть, я куличи испекла, мы уехали, мы замороженный, вот этот кулич достали, и он такой был вкуснющий, и это был такой кайф, вы не представляете, думаю, ну надо же, да, то есть, вот настолько, это большая принципиальная разница, кулич, панеттоны, приготовленный на закваске, или тот, который прошел длительную ферментацию, с тем, что вот нам предлагают, даже лучшие кондитерские, в стране, в принципе, да, то есть, вот это вот такая разница, в долларах, ой, это надо перевести, но вы можете оплатить, через Paypal, там у нас по курсу все пересчитается, соответственно, на сайте, вы переходите, выбираете оплату, ну напишите мне, если не справитесь, но можно перечислить, и вы, за границей у нас тоже, люди участвовали, и в долларах, и в евро получала, и переводами, Western Union получала, то есть, здесь нет проблем, спасибо большое за рецепт кулича, в том году пекла, очень понравился, отлично, то, что вы пекли, это упрощенный рецептик, который я выкладывала в хлебопечке, даже можно испечь, он, конечно, попроще, для того, чтобы, скажем, менее подготовленная публика могла тоже себя побаловать, не совсем, конечно, это панеттона, вот так, приближенно, но, тоже можно сделать, и будет хорошо, и вкусненького, так, где зарегистрироваться, давайте ссылку я, ссылка закреплена у меня в профиле, но я в сторис еще дополнительно вам продублирую, оставлю, как зарегистрироваться, значит, смотрите, начинаем в четверг, на следующей неделе, то есть, ровно через неделю мы с вами начинаем, далее у нас, некоторое время это занимает, посмотрите, знаете, как в четверг надо будет готовить уже, кому закваску, кому бегу, у кого там есть левитамадри, значит, будем учиться готовить закваску, подготавливать ее, там, тесто же ставится в несколько этапов, первое тесто, второе, третье, вот таким образом, значит, пятница, у нас весь день, в принципе, посвящен приготовлению, замес правильный, замес будем разбирать, как при помощи тестомеса замешать, даже, в принципе, вручную можно замешать куличи, тут тоже это все будет показано, там, какими приемами, в какой момент, как подготовить сухофрукты, сухофрукты, это же тоже отдельная тема, они должны быть вымочены, они должны быть обсыпаны, чтобы распределились равномерно в муке, то есть, ну, здесь есть тоже свои тонкости, сухофрукты будем готовить, это в первый день, на следующий день он посвящен весь замесу, и дальше в ночь мы оставляем на расстойку, и в субботу мы куличики с вами выпекаем, то есть, когда они уже подошли, то есть, в субботу испекли, когда куличи остыли, мы можем приступать уже к украшению, куличи можно украшать, вот опять же говорю, краффины сами по себе красивые, там формовка особенная, можно пудрой присыпать просто и все, элементарно, а кто хочет глазурью, значит, несколько вариантов приготовления глазури, мне нравится очень желатиновая глазурь, она не крошится, тоже очень актуально, особенно те, кто будет куличи предлагать на продажу, это важный тоже момент, потому что, когда у вас глазурь вся некрасиво обсыпалась, вид не товарный, а когда глазурь стоит намертво, куличик выглядит хорошо, все тоже расскажу, и, соответственно, когда кулич остыл, мы можем его украсить, и все, и воскресенье есть, почему такое расписание, так, чтобы вы могли это на Пасху повторить, да, то есть, мы с вами отрепетируем на следующей неделе, вы попробуйте, может быть, даже часть куличей заморозите, так можно делать, прекрасно все получается, сохраняется, ну, один там, допустим, попробовали, понравилось вам, или, если нет ошибки с вами, тоже мы разберем, если что-то не получилось, и чтобы на Пасхе вы тот же тайминг соблюдали, также вы начнете в четверг вечера, в субботу будете готовить, и в воскресенье, значит, в пятницу будете готовить, в субботу будем выпекать, украшать, все, в воскресенье едим, все у нас прекрасно получается, так, кто опоздал, сейчас постараюсь сохранить эфир, надеюсь, получится, сколько надо приготовить закваски для курса с куличом, мы все сделаем с вами, вам, если есть у вас закваска левит-де-матер, значит, замечательно, вы можете на ней готовить, главное, чтобы она у вас была, ну, не сушеная, да, не спящая, а закваска, ну, хорошая, да, то есть вы ее кормите регулярно, может быть, она у вас в владельнике хранится, но сделать подкормку, там, буквально, вы можете во вторник, в среду ее покормить, и в четверг мы будем с вами ее возобновлять, освежать, в Грузии, не важно, без разницы, по времени, если вы беспокоитесь, то вы можете смотреть запись уроков, когда вам удобно будет, то есть не обязательно, вы можете онлайн присутствовать, и, соответственно, вы можете сдвиг по времени, если есть, это не проблема, пожалуйста, вы можете корректировать, вы знаете, вообще очень сложно угадать так, чтобы пить всем вместе, опять же, мы говорим, если с вами про сдубу на закваске, да любое вообще изделие на закваске, оно ведет себя индивидуально, то есть у кого-то быстрее брудит, у кого-то медленнее, у кого-то теплее дома, у кого-то прохладнее, мука сама по себе, то есть здесь много факторов может зайти, и одновременно, ну, не получится все вместе выпекать, как бы не хотелось, да, потому что закваска, она сама по себе и вносит свои корректиры, то есть здесь будет все индивидуально, но вы сможете все пересмотреть, вы сможете все определить, вот, поэтому очень вас жду, приходите, на следующей неделе начинаем, ссылочка в профиле, чем подкармливаете, рассказала о сегодняшнем эфире, если подошли попозже, значит, посмотрите, повторяться не буду, ну, вот, кратенько мы с вами поговорили про сдобу, про особенности сдобы на закваске, вот, еще также хочу предупредить, с ржаной закваской, даже не пытайтесь готовить на ней куличи, потому что ржаная закваска, это своя микрофлора, это большая кислинка, она быстрее, сильнее закисает, это будут вкрапления у вас, точечки и привкус ржаной, ну, даже не пробуйте, и не перекармливайте ржаную закваску, вот, есть, знаете, чудят ржаную закваску, перекармливать флевит и мадра, за день, за два, а потом на ней кулич, вот, такого не надо делать точно, да, то есть, у вас должна быть уже, ну, стабильная закваска, которую вы подкармливаете, которую у вас хорошо себя чувствует, вы ее ведете, и вот на ней, на активной закваске, вы можете выпекать, не надо экспериментировать с ржаной, ничего хорошего у вас не получится, ради эксперимента, и я даже пробовала, потому что меня, честно говоря, замучили с этим вопросом, у меня только ржаная, могу ли я печь куличи на ней, нет, ребят, если хотите хороший результат, если хотите классный, классный объем, если хотите душистый мякиш, сочный, чтобы он у вас прям вот таял во рту, вы откусываете, и чтобы вы поехали, друзей своих угощали, или там родителям повезете, поздравлять, яйца крашеные, кулич там повезете, может быть, Пасху будете делать, может быть, нет, не знаю, Пасху тоже, вот я и Пасху готовлю, и куличи пику, то обязательно, когда вы это привезете, вы услышите восторженные отзывы, потому что человек, который всю жизнь куличи либо покупал, либо, ну, не знаю, покупал вот эти вот кексы, когда он ваш кулич попробует, это, ну, вы непредаваемые тоже сами эмоции испытаете, потому что это реально очень-очень вкусно, и когда вы попробуете, вы уже даже не сможете смотреть в сторону лучших куличей, которые есть в продаже, ну, а кто все-таки думает, ну, наверное, тогда будете покупать у тех, кто умеет, вот такие дела, и это тоже, в принципе, неплохой вариант, но дешевле, конечно же, научиться один раз прийти на мастер-класс, научиться выпекать куличи самостоятельно, и каждый год вы сможете своих родных и себя баловать вкусной и полезной выпечкой, кстати говоря, про сдобу на закваске, забыла очень важный момент тоже отметить, что такой кулич усваивается гораздо лучше, потому что, вот особенно важно, те сейчас люди, которые постятся, много ограничений в еде, масло нельзя, там рыбу нельзя, яйца, молоко, все это исключили, и когда приходит Пасха, мы, значит, навалились на это все радостно, а потом проблемы с животом, вот чтобы такого не было, мы хотя бы куличи облегчим переваривание, и это очень тоже важный момент, то есть кулич, даже сдоба на закваске, она будет гораздо легче, гораздо полезнее, чем дрочевая классическая там выпечка, вот имейте тоже это в виду, и если вы будете продавать свои куличики, обязательно клиентам это отмечайте, говорите, это важно, вот, ну все, тогда закваска у меня поднимется, кто хотел Левитамадр на пике посмотреть, у меня по-моему в сторис есть, ну ладно, еще раз вам засниму, покажу, после эфира сниму ссылочку, как зарегистрироваться на мастер-класс, ну и конечно же жду вас, записывайтесь, сейчас самая лучшая будет стоимость, ну и увидимся тогда уже с вами на мастер-классе, я надеюсь, этот эфир вам понравился, был полезен, сейчас постараюсь сохранить его, выгрузить, чтобы кто-то что-то пропустил, мог посмотреть и почерпнуть для себя что-то новое, всем удачи, хорошего вечера, выходных, до встречи, и до связи, всем пока!